На вышло у меня лицо искаженное, на поросенка похожее, нос, рот, глаза. Хорошо, в биороботе есть что-то еще? Нет. Защищаемый физический биоробот защитным потоком очистых энергий Абсолюта. Берем Анастасию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Анастасии поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Анастасию и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. На руки разводит, на себя показывает. Готова доверить. Скэнер, просканируй ее голову, это конструкция на голове, это маска, выведи ее, если это таковое. Это визуальное искажение и соответственность у него. Это гадость стоит. Хорошо, начинаем тогда работать. Даю команду скэнеру на счетри. Скэнер сканирует пространство над головой Анастасии, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Анастасии, находит все. У меня бес вышел сразу. Бес. Хорошо. Джин. Синий. Синий Джин. Инкоп. Вот это его работа и была. Лизард. Лизард. Арахонайт. Хорошая компания. Так, у кого из вас есть контракт с Анастасией на пребывание в этом тонком теле? Бес показывает, но это не контракт, это договоренность. На чем ты подошел договоренность? Также с Джином. Веселье, развлечение. Он показывает на нос. Понятно. Это твоя чистота вообще, Бес? Не пританцовывает. Джин каким боком здесь? Поставлял деньги? Джин желание исполняет. Я полагаю, желание совпадает с тем, что Бес показал, да? Они вообще втроем внешне работали вместе. Бес, Джин и Инкуб. Нормально. Я на своем месте, они говорят. Ну, в принципе, мне нечего пока вам предъявить. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Анастасия испроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродом, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Какой у нас Бес, Вера? Бес, Девятый, и у них Бес, Джин и Инкуб, они рядом стоят. И один говорит, Бес говорит, и все повторяют. Бес говорит, слабая, повторяет за ним, Джин, слабая, слабая. Хорошо. То есть там получается то, что предлагает Бес, дальше Джин с деньгами и Инкуб со своими услугами. Вот это слабости ее. Эти слабости только она сама может себя побороть. Итак, какой у нас Джин, Вера? Посмотри, пожалуйста. 32, 11. Сколько находился Бес в этом биополе? Когда ты зашел? 5 лет. Сколько находился Джин в этом биополе? 2 года. Сколько находился Инкуб в этом биополе? 9 месяцев. Сколько находился Лизард в этом биополе? 7 лет. И Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Анастасия? Арахноид присутствует, Джин, Бес. Реверс закончился, Вера? Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Анастасия забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Нижние три без джин и инкуб, они били ее по физическому плану. То есть это отсутствие энергии, это было их работа, правильно? Она тратила свою энергию на нас и на то, что мы предлагали на обмен. То есть развлечения? Это работа. Ну, как бы это ни называлось. Ализар показывает, у нее были моменты, когда она садилась и хотела обдумать, поменять что-то. То есть у нее были мысли о будущем. Он ей не давал, он начинал скрести, он сбивал ее. Без ты в квартире один находишься или есть еще? Черт или демон? Черт и есть. Понятно. Скажи, у меня есть лярва в биопуле, Анастасия? Да, горло. А почему на горле? Ее тошнит самая от себя. И она там скапливается? Да. Или это от слов? Нет, самая себя. Хорошо. И еще где лярвы? Ни с живота у нее есть затемнение. Вот. Хорошо. Ждем окончать. Пример закончился. Хочешь получить эти лярвы без? Да. Тогда выходи. Сначала отключайся полностью, снимай все, что ты оставил. После этого доложи мне на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярву и затемнение. Не высокие сапоги на таких... Шпильках? ...высокой подошве. Нет. Мощная подошва только. Ага. Снял. Разрешайте забрать лярвы из затемнения. Снимай все и возвращайся назад. Приступай. Готово. Синему джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль, втягивай себя вместе с подключками и отключайся полностью. Приступай. Ну, втягивай ты. Вместе с этой пылью идут какие-то разговоры, уговоры. А что там зовут? Слова какие-то. Связаны с деньгами? Да. Люди связаны с деньгами. Тот, кто проплачивает. Тот, кто финансирует. Понятно. Смотри, как они хорошо организовались. Каждый один по финансовой части, без по развлечениям. Вместе с инкубом. Как оценка идет. Ее кривляние и оценка с другой стороны. Это все уходит к джину. Готово. Хорошо. Инкуб. Твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. И что ты оставил в ее биополе, инкуб? Он говорит все. Он показывает, как он ее душит. Ара же, ты ее душил. Накидка была на ней? Или какие-то артефакты? Да. Как эта накидка действовала? Как люди ее видели? Люди ее не видели. За этой накидкой. В смысле, они ее серьезно не видели. Не воспринимали. А тот, кто воспринимал, видел поросячье лицо. Понятно. Значит, это поросячье лицо твоя работа? Или это беса была? Это беса работа. Он снял его? Ну, смотри, это их коллективная, так сказать, работа. То есть, бес со своими услугами. Да. Инкуб все это преобразовал в лицо. Понятно. Маску на лицо. Меня интересует, эта маска сейчас ушла или нам ее надо будет рассинхронизировать? Она ушла с накидкой вместе. С накидкой. Инкуб снял ее. Значит, это инкуба была вещь. Понятно. Хорошо. Все снял? Да. Лизард, твоя очередь. Где ты сидел? В сердечной чакре или в животе? Да, в сердце. На сердце скреб. Давай, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, не забывай все свои энергии забрать. Докладыш о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, существует вероятность того, что он получит неприятные ощущения. Он снимает и показывает. Она сама себя ела, съедала. А он усиливал. А он это и делал, чтобы она сама себя ела. Чувства вот эти. Посмотри, уже четыре работают в одном направлении. На них он и жил. Он раньше всех был здесь. А кто был до них, Лизард? Ты все-таки семь лет сидишь. Синий дракон был. Понятно. Но ему стало со временем нечего здесь делать. Все он что мог взял. Знания имею в виду. Готово. Вот так это работает. И арахноид. Выходи, снимай всю свою паутину. Если есть иголки, вытаскивай их. Где ты сидел? На голове? Косички плел. Как они воздействовали на нее? Что она испытывала? Путанные мысли. Путанные мысли. Лизард путал, арахноид путал. Редко увидишь так гармонично, как они прижились все. Все снял. Хорошо. Итак, все-все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Анастасии с Бесом, Джином, Инкубом, Лизардом и Арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Она не рассинхронизовывается так просто. То есть получается, что она их запустила со своего согласия. Она должна сказать свое согласие на рассинхронизацию. Хорошо, Анастасия. Вы видите эту ситуацию, которая сейчас происходит? Видит. Вы хотите рассинхронизироваться с этими сущностями, которых вы добровольно впустили в себя? Очень хочу. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Они предательницы называют. Готово. Включая внутренний белый свет Анастасии. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогено, низкое абрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Свет формируется перед ней в шар. Все остаточные энергии летят тоже в этот шар. Там усталость. Устала она от них сильно. Она говорит от себя, но это она от них устала. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла проверка. Она говорит, правда подумать. Ни сил, ни энергии не хватало. С вашего согласия. Обратите на это внимание. Это самый важный пункт. Чисто. Подхожу к Анастасии, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Итак, все прошли проверку. Инкуб. Ты больше не приходишь в это биополе. Тебе, я надеюсь, понятно. Да, понятно. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лизард, ты тоже больше не придешь никогда уже в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Если не хочешь сгореть, то у тебя твой выбор есть. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Бес, Джин и Арахноид. Сейчас я открою два портала в квартиру. Анастасия. Бес и Джин пойдет в один портал. Арахноид пойдет в другой портал. Вы собираете все, что вы оставили в этой квартире. Я прихожу, проверяю. Бес показывает или черт показывает мне все порталы, открытые в этом доме. Я их закрываю. После этого я могу собрать Бесу весь негатив в этой квартире и отдать в дорогу. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Анастасии. В один уходит Бес и Синий Джин. Во второй уходит Арахноид. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Клетка у нас должна быть пустая. Выходит эмоциональный фантом Анастасии. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Низкооперационная ересь генерированная. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом вышел у нее, он с всплесками какими-то энергетическими, разными цветами, от серого до черного. Понятно. От вращения слова идет. Хорошо, Анастасия, эти энергии вы сами изгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы от них избавиться? Готово. Сворачивай энергии в шар, открывай воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Там нет магического воздействия. Там есть обсуждение, грязь какая-то, разговоры. Это видно на тонких телах? Присутствует эта энергия? Нет, оно вышло отдельно на магию. На магию. Там есть обсуждение. Хорошо. Смех. Ну вот, рекомендуем задуматься над этим. Открываем тогда под этой энергией воронку в галактическое ядро, и оно уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Это бесовская частота. Они себя чувствуют отлично, когда идет обсуждение других людей. Тем более смех над ними и так далее. Я просто объясняю. Переходим на частоту. Хорошо, Анастасия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мягко чувствую, радостно, очень спокойно. Энергия вокруг меня, как мягкая, уютная, комфортная одежда. Мне радостно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры и собаки. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анастасии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Анастасии ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я стою на лестнице, которая спускается к квартире. И здесь как грязный поток с лестницы внутрь заходит. Это еще до квартиры, да? Да, лестницы вниз идут к ее двери. Хорошо. Под этой лестницей открываю воронку в галактическое ядро. Все эти негативные энергии, которые находятся на ней, летят в галактическое ядро на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. По всему периметру квартиры в одной из комнат. Пошел процесс. Входи в квартиру. Клетко остановилось. Кто у нас? Арахноид. Есть. Джин. Есть. Без. Есть. Черт. Есть. Две воронки. Еще что? Все. Под воронками открою портал в галактическое ядро. Уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Арахноид. Ты все собрал? Да, все собрал. Хорошо. Больше не приходи ни к этому человеку, ни к этому квартиру. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Синий Джин. Ты все собрал? Все стянул, что мне остается делать. Готово уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Какой у нас черт? Пять. Хорошо, черт. Выходи. Собирай все, что я оставил в этой квартире. Одеялки, носочки, комочки, сеточки. Если я оставил на животном что-то, снимай сразу. Потому что если я найду, я тебя накажу сразу. Вот там спальня, лестница какая-то возле кровати. Да. До середины стены. Он ее очень любит. А что ты любишь эту лестницу? Он свысока смотрит там. Ему там спокойно. Я думал, наоборот, им беспокойство интереснее. Мне кажется, и они любят отдохнуть. А он расставил ловушки и сидит оттуда, смотрит. Ну, теперь понятно. Все собрал. И бес. Бес ты свое все собрал уже, да? Да, снял все. Хорошо. Кто из вас покажет мне порталы? Черт покажет. Черт. Пошли по квартире. Показывай все порталы. Я их закрываю. После этого собираю весь негатив в этой квартире. Делаю из него шар. Делю пополам между тобой и бесом. И отправляю первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Все понятно. Он показывает зеркало, которое в спальне. Оно пересекается. Зеркало, которое в коридоре. В коридоре, которое зеркало, оно рябит. Там нет портала, но оно рябит. У него есть отражение. А второе зеркало спальни – это портал. Черт, он пользуется. Хорошо. Под обоими зеркалами открываю портал в галактической ядре 1, 2, 3. И все эти порталы уходят на переработку вместе с их фантомами и частичками портала. Закрываю, печатаю, растворяю. И рекомендуем сразу переставить зеркало. Они не должны никогда друг на друга показывать. Это всегда будет портал. Дальше идем. Готово. Там шкаф был зеркал. Под окном спальни открою воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Там, по-моему, шкаф был еще с зеркалом, да? Где собака галкала? Это было зеркало. Это было тут. Все понятно. Там есть еще один шкаф с зеркалом. Здесь нет портала. Три больших длинных зеркала в маленькой квартире. Дальше дверь в коридоре. Одна из дверей портал. Под этой дверью открою внизу воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Кухни, угол. Справа портал. И в этом углу, открывая внизу воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Порталов нет больше. Хорошо, возвращаемся к клетке-тюрьме. Даю команду на счет риска, мыслей, чувств. Шары формируются, эмоций, чувств много. И еще, знаешь, здесь показывают, здесь много лишних дверей в этой квартире. И эти двери хоть и закрыты, а малейшее движение во всем доме, через него как воздух проходит, через эти двери отражается. То есть они как, она идет слава протекаемая. Вот эти все энергии наполняются. Плюс ее энергии серые собрались, здесь какие-то негативные. Это все чувства, и космические чуть меньше. Вот космическое, открываю воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар с эмоциональными энергиями делю на две равные части. Бес и черт забираете? Да. Отправляю каждому по его части. Готово. Хорошо, готово уходить? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте беса, один на чистоте черта. Да, оба забирают все, что они принесли, и каждый уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала, и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой-тюрьмой открываю воронку в галактическое ядро, и клетка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. На счет 3 появляется перед нами тонкая копия собаки Зена. И Зена стоит перед нами. Зена крутится вокруг себя. Привет, Зена. Приветствует. Привет. Мы рады тебя тоже видеть, какой ты красивый шпиц. Мы пришли тебе... Да, правильно, очень красивый. И мы пришли тебе помочь почистить тебя и заправить энергиями. Включая внутренний белый свет Зене, и этим светом она выдавляет из себя все негативное патогенное, низкоабрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, эти энергии выходят и формируются перед ней в шар. Готово. Открываю под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И в макушку головы Зены начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет ее, усиливает. Все необходимые цвета она получает. Чистота вибраций поднимается до комфортного уровня Зены. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Зена, как ты себя сейчас чувствуешь? Она хорошо чувствует, она и чувствовала себя хорошо, но ей скучно. Ей больше внимания нужно. Ей не хватает внимания. Шпицы не любят одиночества. Шпицу нужно общество, нужно внимание обязательно. Хорошо, ты хочешь это, чтобы я передал хозяйке твоей? Есть желание? Она передает, что немного энергии, ей нужно ее тратить. Все верно. С ней нужно больше общаться, гулять, играть. Если этого не делать, собака начинает тосковать и болеть. Если мы этого не хотим, тогда уделите внимание своей собаке, это не игрушка. Хорошо, больше ничего? Или еще что-то есть по желанию? Она любит хозяйку свою. Молодец. Хорошо, Зена, и хозяйка любит тебя. Будем возвращать тебя назад в твою систему Биоробот Душа. Сейчас мы заполним всю квартиру чистыми энергиями, поставим защиту и больше ничего сюда не придет. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Зенова и ее систему Биоробот Душа. Она синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Продолжение следует...